Всем привет, ребята! Вы попали на мой YouTube-канал. Меня зовут Катя, и сегодня я снимаю свое новое видео. Это видео о моем новом телефоне. Вы такое видео очень ждали, и поэтому я его снимаю. После этого видео ждите видео с хорошим качеством. Это видео не только о моем новом телефоне, но я в этом видео еще покажу распаковку и расскажу предысторию. Сразу извиняюсь за мой голос, просто я сейчас болею. Если я буду говорить в нос, то простите меня, пожалуйста. Сейчас я вставлю вам видео, где я распаковывала этот телефон и мои первые эмоции. Всем привет, ребята! Ура! У меня... Моя мечта сбылась. Это у меня... Ура! И я... Ой, я очень рад. Сейчас будем распаковывать его. Мне в подарок положили чехол. Такой вот. Я на Валбриде заказала продажный чехол, поэтому будут два чехла. И также стекло мы на Валбриде заказали. Это такой антишпион. Да. Расскажу маленькую предысторию. У меня был раньше телефон, этот вот этот телефон, седьмой фон на 128 гигабайтов. В принципе, я могла им пользоваться до того момента, как на нем перестал работать дисплей. То есть, первые дни я могла что-то нажать, но потом я даже не могла ввести пароль. И поэтому все, что находилось в этом телефоне, я не смогла перенести на вот этот телефон. Поэтому я все переносила с айпада. Сразу скажу, чтобы не было лишних вопросов, этот телефон 11 айфон на 128 гигабайтов. Покупала я его не в самом магазине, а через группу. Это вообще очень хорошая группа, но пиарить я не буду, за рекламу мне не платили. Покупала я его за 39 ECG 900. Это очень маленькая цена для такого телефона. Но он оригинальный, все хорошо, его проверили. Поэтому вот так вот вместе с телефоном в подарок мне дали два защитных стекла и также чехол. Также вот такой подарок мне дали. Это чехол, обычно черный. И также на Валберс я заказала прозрачный чехол с бортиками. И у меня теперь тут фотки. Вот так вот. Вроде бы все, что я хотела сказать. Если у вас какие-то вопросы, то обязательно пишите в комментариях. Либо же мне в Телеграм. Я обязательно отвечу. Кстати, про мои социальные сети. Если вы не подписаны на запрещенную мою соцсеть, Инстаграм, то переходите по ссылке в описании, либо же тут будет где-то ник. И обязательно переходите в мой Телеграм. Ссылка будет либо в описании, либо в комментариях. Вы обязательно подписывайтесь. У меня там уже 200 с чем-то человек. Я там выкладываю какие-то посты. Вы первые, кто узнал о моем телефоне. Обязательно переходите, если тоже хотите узнавать первыми. Кто смотрит мой канал без подписки, тоже подписываемся. Ставим большой пальчик вверх. Если вам это видео не понравится, то потом в конце видео вы можете его убрать. Но я думаю, оно вам понравится. Все, слишком много слов я говорю. Так что быстрее приступаем к этому видео. Поехали. Все, ладно. Уже приступаем смотреть, что в моем телефоне. У меня установлен iOS 16. Если вы хотите, чтобы я сняла видео, как я оформляю все под iOS 16, то обязательно пишите об этом в комментариях. Я отодвинулась немножко сюда, чтобы вы тут могли видеть картинку. На обоих у меня какая-то зимняя картинка. Но если я буду оформлять все под iOS 16, то я ее поменяю. Взмахиваем вверх. У меня есть Face ID и также пароль. Но Face ID быстрее. У меня на телефоне три экрана. На основном экране у меня тоже такая же картинка стоит. Тут я ничего не делала. Виджеты какие-то никакие не устанавливала. Все делала по-быстрому. Если вы хотите, чтобы я тут сделала все красиво, то пишите обязательно в комментариях. Я такое видео сниму. Наверное, мы приступим сначала с первой... Это как называется? Что это? Дом. Ой. Я забыла. Ладно, начнем отсюда. Тут у меня есть виджет от приложения Locket, где вы можете обмениваться всякими... О, это я. Всякими фоточками с друзьями. Может кто-то найдет себя. Вот так вот. Ладно, не буду так сделать. Если что, вот это приложение Locket. О немногу кто знает. Это было в тик-туке популярно. Да. Ну ладно, тут на этом экране находятся не те неважные приложения, в которые я захожу не каждый день. Сейчас я про них быстренько расскажу. Погода. Ну, погода я пользуюсь каждый день, но она у меня тут. Календарь. Кстати, сегодня последний день осени. Капец. Фото. Фото вообще... У меня... На том телефоне у меня было 6000 фоток и 4000 видео. Но если я поменяю дисплей, то я обязательно перекину все фотки на свой этот телефон. А пока что у меня тут все фотки с айпада. Вот так вот. Так. У меня тут альбомы, все такое. Ну, фото неинтересно. Если бы были фото, которые у меня на том телефоне, то было бы интереснее. Вообще, тут уходятся те приложения, которые уже были скачаны на телефоне. Апстор, часы. Где у меня стоят будильники. Да. Ну, на каждый день. Сейчас я болею, поэтому у меня будильники отключены. Заметки, напоминания. Заметках у меня... Ой, ничего себе у меня заметки, конечно, крутые. Да. Вау. Завидуйте вы им заметкам. Вот у меня такая заметка. Ногти 26 декабря в 16.00. Крутая. Напоминания. Я напоминаниями не пользуюсь. Вообще, в некоторые приложения я даже не заходила. То, что телефон появился недавно. Камкулятор. Больше что-то считала. Здоровье. Да, я туда даже не заходила. Настройки. Ну, обычные настройки. Всем известные. Фейстайм. Фейстайм. Сообщения. Валет. Эппл. Стор. Файлы. Почта. Папка, которая называется навигация. Приложениями, которые я не заходила и не пользуюсь. И не буду, наверное, пользоваться. Папка. Какие-то развлечения. Тоже я не пользуюсь ей. Зачем она мне нужна? Улиты. Компас, рулетка. Зачем мне это? Я имя тоже не пользуюсь. Я даже не заходила. Сюда. Ладно. Рулетка. Что это такое? Ох. Давайте измерим. Я поняла. Ладно, мы ничего не измерим. И все. А, диктофон. На диктофоне я тут сейчас записывала голо, чтобы было лучше меня слышно. Да. Так, вот тут вот у меня ничего такого нету. У меня тут просто виджеты всякие. Я потом все изменю, чтобы было мне удобней. А, вот тут внизу. Внизу. У меня телефон. У меня ничего не принесло с моего телефона, поэтому все номера я записывала сама. Приложение Safari, где у меня дневник.ру. Потому что вот это вот приложение, оно платное. Не знаю, с чем я его скачала. Но первый раз оно было бесплатно. Я зашла туда, там все показывалось. Рейтинг мой в классе. А сейчас там ничего не показывается. Но об этом я расскажу немного попозже. Вот так вот. Safari тут. Дневник.ру. Все дела. YouTube. Ну, YouTube на телефоне я почти не смотрю. Я смотрю его либо на компьютере, либо на iPad. Ну, сейчас тут баннер, обложки ничего не показывается. Потому что у меня VPN выключен. А показывается только, когда включен VPN. Поэтому сейчас ничего не покажется. Надеюсь, я все хорошо сказала. Камера. Лучшая камера. Ой, как хорошо. Беспорядок, конечно. Ля, какая. Очень красиво. Очень. Ну, ладно. В принципе, все. Переходим на главный мой экран. Где мне находятся все приложения. Сейчас я вам все подробно расскажу. Так, ждем, 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 ждем. Ладно, ждались. ВК. ВК я, конечно, друзей. Ой, что я говорю? Короче, ВК. Подписчиков ВК я не принимаю. У меня там только родственники и друзья. Но подписчики все-таки не пишут ВК. Но я им отвечаю. Но друзей я не принимаю. Инстаграм. В Инстаграм мы можем зайти. Включи VPN. Сейчас быстренько, быстренько включим. Зайдем в Инстаграм. В Инстаграм я что-то выкладываю. Даже часто. Ну, может, не часто. Но хотя в Инстаграм выкладываю чаще, чем в Телеграм. Так что обязательно подписываемся. Тут посты какие-то. Ну, посты я выкладываю не часто. Например, последний пост у меня был только летом. Всякие актуальные можете посмотреть. У меня тут очень много актуальных. Всякие истории. Блогер. 14 лет. Или 4К подписчиков. В Ютубе. Тр. 21 апреля. И ссылка на мой... Ссылка на мой... Что это? Ютуб. Хорошо. Вот. 100 человек посмотрело мою историю. Ну, ладно. В принципе, все. Про Инстаграм рассказала. Можем выходить. Дальше Телеграм. Телеграм в последнее время пользуюсь очень часто. Ой-ой-ой. Сейчас. Быстренько. Короче. Мой Телеграм. Катюшка лайф. Тут у меня... Вот такие вот постики. У меня, короче, появился другой чат, где сейчас вы можете переписываться. Раньше у меня был чат, где были еще друзья. Они что-то там писали. И у меня все убралось. Все комментарии под другими постами. Поэтому, ладно. Нормально. Можете себя найти. Вот тут где-нибудь. Всякие видео. Вот. Подписываемся. Если хотим. Если не хотим. Ну, ладно. Если не хотите, не подписывайтесь. Все, ладно. Выходим. Приложение ТикТок. Вообще, что такое? Вот что такое? Почему меня заблокируют мои икона? Почему меня блокируют мои аккаунты в ТикТоке? Вот у меня новый аккаунт теперь. Вот такой вот. Это был запасной аккаунт. Но теперь он не запасной, а основной. У меня ТикТок с модом. Кстати, если вы хотите, я могу вам потом как-нибудь сказать, как скачать ТикТок с модом. Чтобы были новые... Смотреть можно было. И также выкладывать. Но это потом, если хотите. Следующее приложение творческое от студии YouTube. У меня уже на канале 3416 подписчиков. У меня сейчас VPN включен, поэтому видно аватарка. Видно аватарку. Комментарии. У меня, кстати, монетизация не подключена. Поэтому вот так вот. Всякие разные контуры. Некоторые я не отвечаю. Ну, так и получается. И все. Ну, это приложение того, как у вас есть YouTube. Оно много кому известно. Приложение, лайки. Там я просто смотрю иногда видео. Ну, у меня есть профиль свой. Туда я выкладываю иногда... Нет. Не иногда. Ну, просто когда-то... Если с друзьями, то мы там что-нибудь выкладываем. Что-нибудь такое. Вот. Больше... У меня тут, кстати, очень много видео с Полиной Наумовой. Полина, тебе привет. Да. Ира, Алина, Алиса. Нет, тут Лис нету, к сожалению. Ну, ладно. Приложение Тинькофф. Я, кстати, не знаю, где моя карточка. Ну, ладно. Приложение Пинтерест. Там я ищу всякие идеи для ногтей. Ну, вот, например, идейка для ногтей. Но мне не нравятся такие ногти. Мы не будем делать. Выходим позже. Выходим. Не сейчас. И также я тут иногда ищу обои на мой телефон. Макияжики всякие разные. Ну, все такое. У меня новый аккаунт. Ух, ух. Катя Ак. Ладно. Приложение Дискорд. Ну, в Дискорде телефон... Ой. В Дискорде с телефона я не держу. Ну, просто тут есть. ВК-музыка. Так, у меня тут куплена подписка до... До Нового года. Двадцать третьего. Тут я слушаю музыку. И все. Потом у меня приложение Flow. Это следить... Как это правильно сказать? Следить за циклом. Наверное, так правильно сказать. Потом VPN. Ну, в VPN я захожу в настройки. Оно просто так тут стоит. Приложение Gmail. Яндекс.Почта. Всякие почты. Мой МТС. Ну, это не очень интересно. Приложение GetContact. Если мне звонит какой-то номер. Я его не знаю. Я просто вожу номер. И мне пишут, кто мне звонил. А больше это какие-то мошенники, если я не знаю номера. Угу. Госуслуги и культура. Недавно я оформила Пушкинскую карту. У меня на том телефоне. Я забыла пароль. Вот. Госуслуг. Теперь я не знаю, как восстановить. Потому что скоро мы пойдем по Пушкинской карте. В какой-то не музей, а театр. Что-то такое. Это то самое приложение Locket. Приложение Kassir. Там я покупала один раз билет в М33 на большую перемену. Это дискотека для школьников. Что-то такое. Возможно, я туда еще раз поеду. Но это не точно. Поеду ли я туда еще раз. Дальше у меня идут папочки. Скоро у меня, возможно, будет больше папочек. Чтобы я все по папочкам переместила. Так будет удобно, мне кажется. Ну, пока первая папочка магазины. Валберис. На Валберисе в последнее время я заказываю очень много чего. Но я хотела, кстати, снять видео обзор покупок с Валберис. Но если я заказываю, то я заказываю часто. Но два или один пример. Поэтому у меня никак не получалось снять такое видео. Озон и шеин. Шеин сейчас закрыли, поэтому там ничего не заказать. Поэтому я ничего не могу заказать. Вот моя картина покупок. Но это я так закинула, что мне понравилось. Понятно, да? Хорошо. Все, моя папочка закончена. Папочка игры. Game 3Dash. Live. Bravo Start, который я сейчас не играю. Мне надо поменять регион в App Store. И я его смогу скачать. Но я сейчас не играю. Мне не очень хочется играть. И также дурак. Иногда могу поиграть. Но не часто. Хорошо, хорошо. Так. Все. Тоже папка закончена. Монтаж. Монтирую я видео не на телефоне. Если на телефоне монтирую, то они либо для ТикТока, либо для Инстаграма, либо всякие нарезки видео. То это я делала в приложении CapCut. Иногда что-то в ВН вот в этом приложении. Но тут я ничего не делала, потому что телефон у меня появился совсем недавно. Также ВН. Раньше я тут монтировала видео все свои. Вот так вот. Приложение PixArt. В этом приложении я делаю обложки для моих видео. Я не помню, заходила я сюда или нет еще. Ну, значит нет, если мне тут всякое такое. Пишут разрешить, а не разрешить. Да, очень хорошее приложение. Мне оно нравится. Папочка закончена. Дальше. Папочка образования. Тут у меня находится Google Переводчик. Пока что вроде бы я тут ничего не переводила. Фотоматч. Очень хорошее приложение. Если ты не знаешь, как решить пример по алгебре, то оно очень хорошо помогает. Но пока что я тут ничего не сканировала, не решала. Но на том телефоне очень много было примеров решено с фотоматч. Вот так вот. Все. Главный экран закончен. Все приложения, в принципе, которыми я пользуюсь каждый день. А это в основном ВК, Инстаграм, Телеграм, ТикТок. Сейчас я посмотрю. Смотрите. Заходим. Сегодня я просидела уже 1 час 19 минут. Уже 1 час 33 минуты. Это ВК 20 минут. ТикТок 17. Телеграм 13. Ну и диктофон, фото, ВК, музыка, YouTube. Ну диктофон, потому что я записывала видео. Все, переходим к последнему экрану. Тут у меня приложение, которое я еще не успела никак распределить. Поэтому они у меня тут. Приложение вот такое вот. Вообще топовое приложение. Оно мне помогло скачать ТикТок. Ну мне сказали, как сказать ТикТок, поэтому я его скачала и все у меня получилось. Приложение Шазам. Шазам у меня есть вот тут вот. В панели управления. Даже так называется. Ну здесь да. Но я его зачем-то скачала. Потом приложение Widgets Meet и Color Widgets. Это у меня потом, когда я буду оформлять свой телефон. Я уже заранее скачала. У меня тут пока что ничего нет. Вот это приложение не часто пользуется. Наверное, будет. А, дневник Ру. Кстати, вот, он платный на айфоне. Вообще, что за дела такие? У меня теперь тут не пишутся ни оценки, ни мой рейтинг. Теперь все под замком. Ужас, да, какой? Ну и библиотека приложений. Вот. Ничего такого тут нет. Телефон у меня новый. Поэтому сюда будут скачиваться и другие приложения. Если что, если у меня тут кардинально все поменяется, то я сниму уже другое видео. Ну что, я вам показала, что находится в моем телефоне. Если тебе такое видео понравилось, ставь большой пальчик вверх, подписывайся на мой канал, если ты еще не подписан. Пиши обязательно в комментариях, если ты хочешь видеть, как я буду оформлять свой новый телефон. Ну а я с вами буду прощаться, поэтому всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok